Здравствуйте! Новости Москва-Баку. Президент Азербайджана Эльхам Алиев отказался ехать в Испанскую Гранаду, где завтра должны были пройти его переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники. Встреча должна была состояться на полях стартующего завтра саммита Европейского политического сообщества. Причины отказа источники называют деструктивную позицию Франции, а также несогласие Парижа и Берлина на участие во встрече в Турции. Как отмечают источники, официальный Баку посчитал участие президента в пятисторонней встрече невозможным в условиях, когда Париж не воспользовался предоставленным ему шансом повести себя в вопросе армяно-азербайджанского регулирования адекватно. Участие во встрече Франции для азербайджанской страны более неприемлемо. Азербайджан не видит необходимости обсуждать региональные проблемы с далекими от Южного Кавказа странами, отметили источники знакомые ситуации. Отметим, что после проведения Азербайджаном 19-20 сентября антитеррористических мероприятий в Карабахе, Франция выступила с очередной волной нападок на Азербайджан. Накануне вереванием на встрече с премьером, а также главой МИД Армении, министр иностранных дел Франции, сделала ряд провокационных заявлений и обозначила планы по явно недружественным шагам в отношении Азербайджана. Так Катрин Колонна заявила, цитирую, «Франция всегда рядом с армянами. Мы были на стороне армян в ООН и везде, а также во всех контактах на высшем уровне с Арменией и Азербайджаном. Мы также были рядом с Арменией во время создания наблюдательной миссии в рамках Евросоюза». Колонна обвинила Азербайджан в насильственном перемещении мирных жителей из Карабаха, а Россию в невыполнении взятых на себя обязательств. Кроме того, францужинка анонсировала заключение между Парижем и Ереваном договора о предоставлении Армении военной техники. В ответ на это сегодня в МИД Азербайджана предупредили Париж, что его попытки потолкнуть Армению к агрессии потерпят неудачу. Всяческие попытки Франции вооружить Армению, вновь подтолкнуть ее к агрессии и военной авантюре недопустимы. Франции должно быть ясно, что эти усилия потерпят неудачу, так же, как и ее попытки исторически вмешиваться в дела регионов. В Азербайджанском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на то, что Франция, которая сейчас пытается ввести им в заблуждение международное сообщество в связи с положением карабахских армян, цитирую, «никогда не придавала значения массовому насильственному изгнанию азербайджанцев с родных земель, совершению против них военных преступлений и массовых убийств». В сети появились кадры задержания Азербайджана бывшего президента сепаратистов Карабаха Арая Карутюняна. Накануне азербайджанские СМИ со ссылкой на источники сообщили о задержании службой госбезопасности Азербайджана бывших президентов армянских сепаратистов Карабаха Арая Карутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, а также бывшего председателя парламента сепаратистов Давида Ишханяна. Отмечалось, что все они доставлены в Баку. Назначенный задержанному бывшему так называемому президенту сепаратистов Карабаха Араику Карутюняну адвокат Алов Сафаралиев сообщил, что тот уже допрошен. Арутюнян допрошен. Могу сказать только то, что данные им показания помогут найти ответы на многие вопросы. По каким уголовным делам проходит Арутюнян, неясно, но учитывая, что именно он был главой сепаратистов во время Второй Карабахской войны и, как отмечают СМИ, отдавал приказы о неоднократной бомбежке мирного азербайджанского города Гинджам, ему грозит пожизненное заключение. На прошлой неделе Азербайджан задержал высокопоставленных сепаратистов-силовиков при попытке выехать из Карабаха в Армению. Это бывшие командующие армии обороны НКР Ливон Нациканян, Аршавир Гарамян и Давид Манукян. Также азербайджанская сторона задержала экс-госминистра Карабаха, миллиардера Рубена Варданяна и советника президента НКР Давида Бабаяна. СМИ отмечают, что ряду лидеров-сепаратистов удалось уйти. Так называемый президент самопровозглашенного сепаратистского образования Самвел Шахраманян, 28 сентября подписавший указ о самороспуске сепаратистского образования, сбежал в Армению. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня прокомментировала призывы от представителей правящей партии Армении к полному отказу от вещания российских телеканалов в республике. Мы видим колоссальное количество провокаций, мы видим, как и чем занимаются две тысячи американских дипломатов. Вы можете себе представить? Две тысячи – это состав американского посольства в Ереване. Мы прекрасно понимаем, чем они занимаются. В основном распространением фейков, дезинформации. Удивительно, что власти в Ереване этого не замечают. Такое количество людей было бы оправлено, если бы они каждый день распространяли не фейки, а гуманитарную помощь. Вставали, не знаю, живыми цепочками, раздавали, не знаю, еду, помощь, одежду или еще что-то. Нет две тысячи человек, американских дипломатов, которые появились там вот буквально за прошедшие годы, занимаются дезинформационной работой в информационном пространстве. И на этом фоне, представляете, на фоне того, что две тысячи американских дипломат находятся в Армении, и это не вызывает ни у кого, почему-то у официальных лиц в Ереване никаких вопросов или даже намеков на то, что нужно каким-то образом регулировать информационные потоки, вот на этом фоне выходят некие депутаты, отправящие фракции, и заявляют о необходимости блокирования российских средств массовой информации. И это все в добавление к тому, что российских журналистов уже в Армению не пускают их, они объявлены людьми из стоп-листов и так далее, и так далее. Я просто хочу напомнить, насколько мы все знаем, нынешние власти в Армении пришли с главным лозунгом – свобода слова. Также, комментируя ситуацию, которая сложилась вокруг Карабаха и критику Ереванам и Евросоюзам в этой связи в адрес России, спикер российского МИД обратила внимание, что именно западное сообщество подталкивало Армению к отказу от трехсторонних договоренностей, достигнутых по армяно-азербайджанскому регулированию при посредничестве России. Брюссель был в числе первых и главных запивальщиков о том, что не нужно выполнять все то, о чем договорилась Москва, Ереван и Баку, а нужно идти каким-то особым путем. Вот куда этот особый путь привел, к сожалению, мы теперь все видим. Отреагировала спикер российского МИД и на прозвучавшие в адрес Москве обвинения министра иностранных дел Франции о том, что Россия якобы не выполнила свои обязательства по регулированию ситуации в Карабахе. Захарова подчеркнула, что не Франции говорить об обязательствах, напомнив про преднамеренно невыполненные минские соглашения по Украине. Кроме того, касаясь ситуации вокруг армянского населения Карабаха, Захарова заявила, что Москва получила информацию, что часть армянских жителей намерена вернуться в Карабахский регион. По ее словам, Россия намерена оказывать содействие и этим процессам в контактах с азербайджанской стороной. Также спикер российского МИД в ответ на соответствующий вопрос заявила, что Россия не получала обращений от Армении об оказании содействия в освобождении задержанных азербайджанской стороной лидеров-сепаратистов. Армения пытается препятствовать процессу реинтеграции армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество, блокируя доступ к сайту, через который желающие могут подать заявку на получение всех государственных услуг, предлагаемых Азербайджаном, и дальнейшее получение азербайджанского гражданства. Об этом сегодня заявили в Государственной службе специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской республики. Ведомстве напомнили, что Государственная миграционная служба в целях обеспечения устойчивой реинтеграции армянских жителей в азербайджанское общество запустило портал reintegration.gov.as, но с начала его запуска фиксируются постоянные кибератаки на него. Созданы условия для использования портала как армянами, проживающими в настоящее время в Карабахе, так и жителями, уехавшими в Армению. Однако ряд провайдеров Армении блокируют доменные имена, принадлежащие к государственным учреждениям Азербайджана, чтобы воспрепятствовать доступу людей с территории Армении. Блокируется и доступ к указанному порталу. В ведомстве отметили, что его специалистам в связи с данной ситуацией удалось скрыть реальный IP-адрес доменом и таким образом обойти попытки блокирования и восстановить доступ к порталу. Напомним, правительством Азербайджана создана рабочая группа по решению вопросов карабахских армян. Власти Азербайджана и делегации армян Карабаха провели уже несколько встреч по вопросу реинтеграции армянского населения в правовое пространство Азербайджанской республики. Представителям армян Карабаха передан план реинтеграции. На днях он был озвучен администрацией президента Азербайджана. План включает пять направлений – правовую и административную сферу, сферу безопасности, экономическую сферу, социальную сферу и сферу культуры, образования и религии. Армянские жители Карабаха уже начали подавать заявки на начало процесса реинтеграции через специальный созданный для этого сайт, а также посредством личного визита в открытый Министерством труда и социальной защиты населения и Государственной миграционной службы Азербайджана «Пункт приема в Ханкинди». Еще больше информации читайте на нашем сайте и в телеграм-канале. Ссылки в описании под этим видео.